...образование людей с особыми образовательными потребностями посредством использования дистанционных технологий. Вот я не зря задавал вопрос выступающим. Я очень много езжу по России, очень много езжу по Европе, именно вот по теме инклюзивное образование. Но, к сожалению, почти нигде не слышу инклюзивное образование незрячих глухих ребятишек. И поэтому всегда задаю такие вопросы. Например, естественные дистанционные технологии, они нужны. Сейчас мы стоим на пороге информационного общества и без дистанционных технологий обучаться тем более школьнику, студенту с проблемами здоровья. А я ввожу термин, который вёл Николай Николаевич Малафеев в своей монографии «Европа в меняющемся мире. Пятый период», если кто читал, там идёт терминологический глоссарий. То есть вот слово «инвалид» мы использовали в 19 веке, в начале 20 века. Потом перешли на люди с ограниченными возможностями здоровья. Это 70-й год прошлого века. Когда в Западной Европе образование перешло на пятый период обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, тогда термин «инвалид» упразднили. Вот я очень много езжу по Европе. Сказал, в прошлом году я был в Германии, проходил стажировку, наверное, все знаете, немецкую службу академических амитов «Дочь Академия Шауста Уждинс». Вот я выиграл грант и три месяца занимался исследованием в Гамбурге, инклюзивное образование, детский сад, школа, СУС-МУС. Вот как там незрячих ребятишек, глухих ребятишек инклюзируют. Хотя в научных статьях пишут, что вот инклюзируют их 70-х годов, и действительно работа там очень на государственном уровне ведётся, но темпы очень медленные, маленькие. А мы, Россия, вот если по малой фигу сказать, и первый период, если Европа проходила за пять веков, мы прошли за полтора века, и последние периоды мы тоже очень интенсивно, быстро проходим. И сейчас мы уже стараемся использовать термин, но как в федеральном законе у нас уже во второй главе понятийная права заявлена. Это пункт 17-й, это обучающийся СУБЗ. Но я вот как сам человек с проблемами зрения, я окончил школу слепых детей, окончил университет, я работаю сейчас в университете, как Бронис Броневич, мой коллега. Мы с ним сотрудничаем давно, и являемся вместе членами экспертной группы Российского союза электронных инклюзивного образования. Всегда он там очень активно выступает. И по деловому, не просто так, лишь бы выступить, но именно по деловому, и защищает своих студентов. Сейчас он хотя бы объявляет у нас, и конвенцию мы ретифицировали, вроде бы и эффективно образовали, вроде бы объявили. Но, к сожалению, я прямо скажу, что в последний год Министерство образования к студентам, абитуриентов способных образовательных подтвердностей, мы относимся уже очень критично. То есть сейчас какие-то квоты начинали вводить. Если вот в советское время, когда я учился по Конституции, любой студент, любой абитуриент с проблемами здоровья, если он сдает на тройки удовлетворительно, вне конкурса он поступал, а сейчас мы начинаем это дело ограничивать на уровне Миноборда. Так, я перейду непосредственно к моему докладу. Сейчас я вам... ...можно быть неудрячим, и при этом... ...видеофильм человека. В этом убедились все участники мастер-класса, который провела кандидат в психологический канал и губерния Новгорода Елена Самарокова. Чересчур опекаемый ребенок по сым зрениям с трудом войдется во взрослую жизнь. Основная задача родителей и педагогов максимально давать самостоятельно. Очень важно выявить, как можно раньше способности ребенка, будь то музыкальный слух, представление, пение, спортивные наклонности и развивать их. А главным ориентиром становится то, чтобы ребенок не отличался от обычных детей. На этом и осьмолана главная идея инклюзивного образования, то есть включающего в себя равные возможности для всех людей. Обучение инвалидов должно стать не первой части системы общего образования. У наших детей, у незрячего, у самышего, ребенка интеллект сохранен. Ему надо же создать условия, чтобы он мог учиться в этой школе. И это реально. Глядя на пятилетнюю Анну Слепцову, которая посещает специализированный генспециат номер 11 подснежник, и не скажешь, что у нее один глаз практически не видит, а другой минус 11. Анна хорошо рисует, любит музыку, математику и вполне адаптирована в обществе. Микрофон тяжелый? Нет. Микрофон. Кем хочешь быть, когда вы любите? Мамой. Мне очень нравится, что в группе есть и обычные дети, то есть хорошо видящие и слабо видящие. То есть они очень хорошо общаются, и это дает толчок для развития слабо видящих детям. После общения с нашей съемочной группой Аня объявила желание стать будущим журналистом. Светлана Башитловская, Карл Ларионов, НВК Таха, Японск. То есть наши дети, вот даже устами девочки, то есть самая главная роль человека это подление рода. Она хочет быть мамой. А для этого мы должны создать условия, специальные условия, которые заявлены у нас в новом федеральном законе, чтобы ребенок мог обучаться. То есть у родителя и у ребенка должно быть право, как заявлено, и в конвенцию на правах инвалидов, которую мы ратифицировали, и в федеральном законе образования, который у нас вступил с 1 сентября 2013 года, это уже прописано на юридическом уровне. Родители имеют право выбора. Или отправят ребенка в интернат, или, создая ее государство в школах по месту жительства, эти специальные условия, о чем я скажу выше, вот адаптивные технологии по отношению к моим незрячим. И ребенок должен социализироваться в семье. Вот я сам 12 лет жил в интернате, и, честно говоря, до 10 лет я плакал, я хотел домой. И я думаю, многие дети до 10 лет в интернатах, конечно, хотят к маме. Ну, значит, доклад я сильно весь зачитать не буду, я просто отсылаю к сборнику, который, наверное, будет опубликован, я надеюсь. И вот немножко отступления и окончания прочту, чтобы сократить время. В ежегодном послании президента России Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию по 12 декабря 2012 года, я думаю, все вы это сштудировали, смотрели, прозвучали такие слова. «Решающее значение для будущего российской школы приобретает профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в обучении современные технологии, уметь работать с детьми с ограниченными возможностями по здоровью». То есть вот первое лицо заявляет, Минобор должен этому как бы соответствовать, но когда у нас был министр образования Ливанов в прошлом году, я прямо задал вопрос, говорю, когда Министерство образования науки Российской Федерации в ближайшее время будет создать департамент по интенсивному образованию, он говорит, пока не ожидается. Так, значит, я отсылаю доклады, там, значит, доклады есть, и вот последний абзац, хочет, что так, значит, четвертая презентация. Как сказал Владимир Владимирович Путин, значит, современный педагог должен владеть технологиями, естественно, это дистанционные технологии должны быть и адаптивные компьютерные технологии. почему от Кембриджа и Оксфорд, да, по всему миру распространяют дистанционные технологии, там обучается, помимо точников у них, более ста тысяч, сотни тысяч студентов по всему миру. Этими технологиями тоже должны быть, но, конечно, здесь вопрос стоит о качестве и так далее, но я об этом не говорю, но сама суть дистанционных технологий, она должна быть. Например, вот если человек живет в сельской местности, да, как им обучаться? В Москву не каждый приедет, да? Например, а если у него слабое здоровье? Он человек с проблемами слуха или с проблемами зрения, как ему учиться? Какие создавать условия для этого? Видно уже следующее. Да, я смогу. Адаптивные компьютерные технологии это специальные компьютерные технологии, предназначенные для самостоятельной, беспосторонней помощи работы людей с особыми образовательными потребностями на персональном компьютере. они имеют дополнительную компенсаторную функцию, нивелирование вызываемой зрительной, слуховой и иной депривации трудностей, предоставляет людям с особыми образовательными потребностями реальные возможности участия в различных видах и формах современной жизнедеятельности, включая образование и профессиональную работу наравне с остальными членами общества. Это определяет значимость адаптивных компьютерных технологий как эффективный фактор социализации людей с особыми образовательными потребностями и их полной интеграцией в современное общество. И вот я кратко хочу представить я сказал что мы создали уникальнейшую учебно-учную лабораторию так как федеральный университет у нас есть такая возможность финансирования как программа развития федеральная ну а естественно чтобы попасть туда нужны хорошие аргументы весомые но мы это смогли сделать ректор университета Евгения Исаевна Михайлова нас поддержала и мы оснастили нашу лабораторию на оборудование 10 миллионов рублей вот что же у нас есть бралевские принтеры то есть вот видите мой текст да я не могу читать по зрячему я готовлю свои доклады или таким образом или там покажу еще второй способ и читаю то есть любой студент любого факультета любого направления любой специализации приходит к нам в лабораторию говорит а мне допустим нужно завтра послезавтра подготовиться к докладу или вот я хочу там статью какую-то и так далее то есть по брайлю у нас 4 брайльских принтера так вот здесь виды принтеров я показываю вот принтер который позволяет распечатать не только по системе брайля точками но и сразу одновременно может и вашим шрифтом так мы называем плоскопечатный шрифт зрячий шрифт то есть это удобно для слабовидящих ребятишек школьников студентов то есть если он виден значит идет плоскопечатный текст а если он не видит то идет текст по системе брайля то есть рельефно точечный шрифт то есть здесь сразу выводим вдвойном вот брайлевские строки ну их называют в научной литературе и наши коллеги называют брайлевскими дисплеями на самом деле это строчка всего-на-сего вот посмотрите да здесь 12 18 24 40 максимум 80 символов конечно на роль дисплея претендовать не может но почему-то на западе всегда когда проходит ежегодная конференция по тифлооборудованию они привыкли называть брайлевские дисплеи но я математик я люблю точность и это называют брайлевские строки немцы тоже кстати называют бральяцали то есть брайлевские строки а почему-то у нас в России и другие европейцы почему-то называют брайлевские дисплеи и вот разновидностей брайдерских дисплеев. То есть, когда я приезжаю на какую-то конференцию, я могу включить айфон. К айфону я подключаю свою брайдерскую строчку. Вот я сказал второй, да. Это первый вариант зачитать текст. У меня готовый доклад. Или была брайдерская строка, подключенная к моему айфону. Я убираю шнур, который идет на видеопроектах, подключаю к своему айфону. И спокойно могу читать презентацию, доклад, уже без Эмилии, помощь Эмилии. Вот немецкая фирма Baum Electronics, брайдерская строка, Супер Варрио. Видите, красавица девушка читает. Так, значит, мы еще, помимо брайдерских принтеров и строк, мы используем для слабовидящих видеовеличителей. Но они у нас очень многообразные, начиная от простых видеовеличителей. К сожалению, вот всегда с собой вожу, но сюда не привез. Руби он называется, сейчас вы увидите, до стационарных. Когда вот стоит видеокамера, студент направляет на любую поточную аудиторию, пусть там будет 50 метров, 100 метров, и спокойно видит на мониторе возле себя, что написано на доске. Вот, пожалуйста, вот. Вот Руби. То есть, вот это удобно не только студентам, это удобно и пожилым людям, но вообще вот человеку с проблемами здоровья. Подойти в магазин, посмотреть ценники, или, допустим, вот, я не вижу электросчетчик показаний, я подвожу, нажимаю, делаю стоп-кадр, подношу к глазам. Здесь возможность увеличения есть в разы. И спокойно уже, без посторонней помощи, социализируюсь. Вот один из видов принтеров тоже. Брайлевская машина Сара, вот туда закладывается плоскопечатная ваша книжка, учебник, и машина через компьютер начинает читать, озвучивать. То есть, если раньше, когда я учился, я просил своих студентов, чтобы они мне читали матанализ, там, фехтингольц, или Кураш, высшую алгебру, то здесь спокойно через компьютер. И вот, когда я задавал лектору по дистанционному обучению, то есть, очень много есть предложений по дистанционному обучению, но многие люди с проблемами зрения жалуются, что их материал совершенно не адаптирован. А здесь даже тот же самый интернет, очень много сайтов есть, красивые баннеры, графика и так далее. Но, к сожалению, вот наша адаптивная компьютерная технология до сих пор работает только с текстовой информацией. Поэтому даже уже появился на Западе ГОСТ, который именно говорит о правилах создания веб-сайтов для людей с ограничениями по зрению. Если вы зайдете на Яндекс, там есть Яндекс для слабовидящих. На Майл.ру зайдете, тоже Майл.ру для слабовидящих. То есть, уже большие, так скажем, наши провайдеры, наши интернет-гиганты, начинают думать о наших школьниках, о наших студентах. И вот когда вы будете создавать какие-то курсы по дистанционным технологиям, будьте добры, соблюдайте эти ГОСТы, будьте добры, старайтесь думать, что зрячий, слабовидящий не может вашу графику распознать, он только воспринимает текст. Поэтому, если у вас появился такой студент, а если он владеет совершенностью вот этими технологиями, которые я показал, конечно, вы не поймете, что перед вами не зрячий. Вот рабочее место американцы, да? А вот президент нашей ассоциации, Москвитин Юрий Афнаевич. В университете в 91-м году мы создали ассоциацию студентов, аспирантов. И наш президент, Москвитин Юрий Афнаевич, человек совершенно не зрячий. С 91-го года мы обучаем наших школьников именно адаптивным компьютерным технологиям. Многие удивляются, как, вы что, в Якутии 91-го года Москва только в конце 90-х начала. Вот у нас браевский принтер, мы закупили его в 93-м году. То есть вот я прямо факты не покажу. Говорят, ну, говорить хоть что можно. Спасибо за внимание. Вопросы. Все, спасибо. До свидания.